Смотрите, что я нашла! Ух ты! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи и сегодня у нас очередные новинки Fixed Price! Ура! У меня на фоне будет, знаете, что открытый балкон, детишки у нас очень много садиков здесь на районе вокруг и вот я так люблю на самом деле этот звук, когда детишки ветерочек немножко солнышко вот сейчас не очень сильно греет короче, все супер и в таком настроении с таким фоном мы начнем обзор нашего любимого магазина Fixed Price! Итак, помните, в прошлый раз я вам говорила, что вот такие классные стики, мне понравилось, что стики называют, это такая шляпа карнавальная но на самом деле это стик такой, как ну прикольно, я сейчас одену и вы посмотрите у меня было видео, где я в таком голубом, помните, сижу и вот я решила взять оранжевую потому что это тоже прикольно, даже оранжевую помаду, видите, сделала, специи идеально ну-ка, как мне идет оранжево-рыжий тарарам слушайте, это как-то не так сидит, по-моему слушай ну как какой-то он с этого, с ёржина что ли, тот голубой был красивше, по-моему ну и что, я вот так буду показывать видосы, это же не то ладно, короче, взяла вот такую штуку ну голубая лучше, если увидите на самом деле в тот фикс прайс, в который я постоянно хожу, там только все это завезли, а до этого ничего не было я покупала все это в других магазинах ну в общем, как вы видите вот это село не очень, да ну или напишите в комментариях, как вам голубой стик был лучше если что, в конце видео я оставлю ссылку на фикс прайс, где я в голубом была вот таком вот стике на голове и вы сравните, какой лучше смотрите, что я нашла как только я зашла в фикс прайс я увидела вот такую большую коробку я сначала не могла поверить это что, реально такая огромная колода карт вот таких больших карт я не представляю как, что с ними делать они как декоративные или с ними играть пластиковые карты 199 рублей ну я не стала открывать, проверять давайте проверим действительно ли там 36 карт 36 же в карте в колоде карт 54 листа то есть тут даже в покер играть можно офигеть открываем коробочка сейчас проверим насколько они качественные слушайте, но 200 рублей на самом деле для колоды карт даже маленькой маленькой колоды карт это мало я помню когда мы играли в покер и искали карты мы покупали где-то в батриуме в одном месте там специальные карты ну я думаю много где продаются но это же надо найти еще по всей Москве но мы там покупали за 1000 рублей около 1000 рублей колода карт стоила пластиковых хороших карт а здесь такие огромные 200 рублей написано пластиковые карты вряд ли конечно они будут качественные но они тоненькие такие вообще тоненькие они нифига не пластиковые по-моему даже в общем здесь даже джокер аромат конечно оставляет желать лучшего картинки давайте посмотрим король дама но они очень тоненькие в принципе можно было бы ими играть это для слепых знаете вот уже к старости я прикупаюсь зрение-то у меня падает и вот я сижу такая с колодой карт вот так вот такая и что и играем да у кого что у меня вот это бита слушай слушай мне нравится это прикольно я думаю будет очень клево поиграть в такой большой команде можно так даже спрятаться за картами типа не подглядывай укрыться картами этими не подглядывай класс вообще дальше я увидела вот такой экран для записи с LED подсветкой там были значит вот это видите в виде облачка там было еще в виде как знаете вот так вот рисуют комиксы типа кто-то говорит и еще какая-то фигня не помню какая и разные цвета были розовая вот эта голубая но я не поняла подсветка наверное разная короче сейчас проверим здесь может писать и стирать опять нужны батарейки две маленькие я вам говорила уже что я все время не могу рассчитать батарейки то я смотрю много больших вот сейчас много больших маленьких не найти вот тогда когда я буду покупать маленькие не найти больших уже будет так ставим мы с вами батарейки вот так оно горит облачко закрываем здесь кстати есть включатель выключатель это хорошо сейчас я напишу что-нибудь как думаете что я напишу кто угадал что я напишу так и теперь сейчас закрою и теперь мы включаем вот так оно примерно будет смотреться очень миленькая маленькая штучка на фон ее не поставишь потому что она супер мизерная а вот например можно написать какую-то заметку да ну так на столе чтобы стояло красиво просто как антураж немножко видно ну они как облачко получается видите видно вот эти диоды но так как это в облачке в облачко то это нормально в принципе в общем такая штучка миниатюрная она буквально вот с ладошку даже не достает у меня и по ширине и по длине а проверим как стирает стирает хорошо ну это в принципе вот во многих фикс прайсе есть такие штуки где продаются вот такой фломастер со стеркой в принципе можно все это взаимозаменять если осталось что-то где-то потерялось классно все чисто прикольная штучка так еще я купила набор изолент потому что у нас есть нож который делал еще мой дедушка это отец моей мамы его с нами давно нет я еще была совсем маленькая когда его не стало и он делал ножи очень классные супер крутые ножи у нас остался один нож который он делал и там немножечко откололась ручка и мы теперь все время заматываем изолентой и вот этот нож он самый удобный из всех ножей вообще которые когда-либо мы покупали или пользовались поэтому мы его бережем плюс это память и вот если изолента из-за воды немножечко отклеивается то мы заматываем мама заклеила тогда белой изолентой и говорит я не знаю где взять белую изоленту а я в фикс прайсе нашла не только белую но и красную но и черную полосатая какая-то синяя мы можем вообще разнообразить наш этот нож рукоятку это оно будет все время разноцветное так что мамуль я взяла нужно сделать будет красота и нож этот прослужит нам еще много-много лет еще из новиночек я увидела пенная вечеринка спрей исчезающий интересно а здесь веселое сражение тоже спрей но не написано что исчезающий я подумала о том что скоро у нас дни рождения день рождения у меня у Денечки у Кристины вообще там рядышком дни рождения ну и подумала что надо посмотреть как это все будет смотреться потому что возможно мы все это будем делать на воздухе и нам вот такие вот пенные вечеринки веселые сражения не помешают давайте начнем с пенной вечеринки это спрей исчезающий его нужно вообще-то использовать на открытом воздухе можно им задекорировать что-то создать пенные аксессуары костюмы ну это если вот как раз мы в купальниках будем да на бассейне то можно давайте скрещем я честно говоря не думаю что он исчезает прям супер-пупер давайте просто ну я боюсь я боюсь на руку или куда давайте вот сюда подальше от глаз опа такая пена пена пахнущая честно говоря пахнет знаете чем вот гель который мажут вот так а потом бреются гель для бритья вот ну да он потихоньку исчезает не сразу так исчезает но потихоньку исчезает то есть будет время им поиграться и потихоньку да он тает хорошо это белая пена с которой можно что-то украсить встречать гостей что-то делать интересненько это белая пена классно можно просто может быть ей даже брызгаться ну а теперь проверим вот это веселое сражение пена такая она должна быть цветная и там были еще зеленые колпачки по-моему желтые но я взяла синий какой был первый попавшийся такой взяла здесь как бы инструкция к применению что можно играть вот веселое сражение салки для этого купите спрей разных цветов и разделите играющим если играет много человек разделитесь на команды по цветам каждая команда распыляет оружие своего цвета побеждает в игре тот или та команда кто запятнал своим цветом больше других игроков старайтесь не направлять спрей на лицо и волосы человека не забывайте убегать от других игроков кстати спрей можно использовать как аналог серпантина или хлопушек на праздники и свадьбе пробуем все здесь идентично думаю он так же пахнет ух ты он другой совсем смотрите прикольный он мелкий он очень мелко вываливается смотрите видите тот был у нас как пенка такая а здесь вот такой вот ой он твердый он не исчезающий конкретно он твердый холодный офигеть то есть им можно вот так смотрите что я сделала она на потолке до потолка долетела представляете просто пипец и вот висит кусочек вы видите висит кусочек вы видите трындец и как я теперь оттуда буду это доставать короче я в жуке она еще тянется прикиньте она уже вот она притянулась мне рукой достать ну да это может ай ой она отлично оттуда снимается короче она вот такая вот смотрите она отлично оттуда снимается потому что она тверденькая но вопрос в том когда туда достать возможно кстати она сама отлетит потихоньку потому что я смотрю вот такие штучки с нее спускаются и под тяжестью они вниз 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 ладно время покажет ну короче тоже прикольная штучка да главное чтобы в волосах такая фигня не запуталась так ну и остальные покупочки это то что я беру всегда кстати я взяла палочки мама говорит палочки закончились ну я и сама вижу да что они закончились как будто я в палочки не лазаю я вот всегда беру эту фигню в принципе но знаете палочки они отличаются еще тем что они бывают слишком такие тонкие знаете в ухо залазишь и она такая гнется все ну вроде нормально вообще я люблю менее гибкие палочки чтобы они вообще вот так вот не гнулись да то можно в ухо так залезть и вот так и она погнется но это не это нормально взяла два пакета для мусора Мама как-то брала другие пакеты Какой-то у нас синий Не очень вкусно пахнет А это клубничка, а это лимончик Мне вот эти вот очень нравятся Вкусы, я их все время беру Для мусора домой Ну и моя любимая туалетная бумага Я тоже ее беру в основном в фикс прайсе Она может, конечно, быть даже дешевле и в Ашане Так что если уйти в Ашане, берите ее Мне нравится, что здесь 4 слоя Она беленькая, мягенькая Короче, туалетная бумага зачет Ну вот и все, мои хорошие Я бежала в фикс прайс, чтобы найти для вас новинки Это на самом деле единственные новинки Которые были Все остальное уже я показывала Ну или что-то, что совершенно мне неинтересное В общем, ждем Новый фикс прайс покупки Пожалуйста, фикс прайс, завезите что-нибудь прикольненько И не нужно ставить ценник 199 Оставьте его хотя бы по 50 Который был И мы с удовольствием будем закупаться И делать классные обзорчики, правда? Все, пишите, что вам понравилось Что приобретете, что вас удивило Вот, не тает, не тает И до сих пор холодное, представляете? Класс Понравилось мое видео? Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой инстаграм Оставлю его здесь Сейчас лето, очень много красивых, ярких фотографий И еще я в инстаграме начала Писать тематические посты Раньше я не особо писала Не вкладывала во все это А сейчас я начала писать И пишу темы такие, особенно То, что вы часто спрашиваете Вот бывает, вы часто задаете какие-то вопросы И на эту тему Я подбираю фотографию И делаю пост Так что очень интересно Не только листать фотографии Но и может быть что-то интересное и полезное подчеркнуть для себя Поэтому обязательно заходите в мой инстаграм И подписывайтесь Я вас там жду Ну и сторис каждый день Быть со мной онлайн Это прикольно Все, я вас люблю Целую, прощаюсь до следующего видео Обязательно буду стараться И готовить для вас что-то интересное Жду ваших комментариев Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok